Я хочу поделиться словом на тему «Не оставлю вас сиротами». Вообще, исследуя Писание и обращая внимание на многие тексты Священного Писания, мы приходим к выводу, что качество Божьих людей во многом, их значимость во многом определялась наличием в них Духа Святого. Если таковое было, отмечено, следовательно, эти люди имели особый статус, имели особое признание, вес и значение. Деяние 6 глава 3 стих «Выберите из среды себя семь человек, исполненных Святого Духа». Там был такой тревожный, сложный момент, когда нужно было решать вопросы материальные, пишите со стола, и даже вот для этого служения нужны были люди, исполненные Святого Духа. Просто никто попал, а люди, которые имеют вот эти качества. Затем 7 глава 55 стих «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Он смог увидеть славу Божию Иисуса именно по той причине, что был исполнен Духа Святого. И вообще теме Духа Святого на страницах Священного Писания отводится очень много места. Впервые мы встречаем вот это слово «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Это самое начало Библии, это самые первые строки Библии, где уже сказано о Духе. Затем, дальше продолжая, 41 глава 38 стих «И сказал фараон слогам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, у которого был бы Дух Божий?» Как вы думаете, о ком речь идет? Об Иосифе. Когда он объяснил какие-то странные сны Иосифу, а он рассказал, что будет, что ожидается, то сказал, что «Слушай, тебе надлежит руководить этим, управлять и распоряжаться, и готовить страну к этим сложным временам». Затем числа, 27 мая, глава 18 стих «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, Сына на вина человека, в котором есть Дух, и возложи на Него руку Твою». Тоже обращается не просто к Его, а говорит, вот на этом есть Дух Божий, возьми и Его я определяю на служение. Дальше «Судей 3.10», на нем, то есть на Гафаниеле, был Дух Господен. Дальше «Гедеон», мы читаем «Судей 6.34», дальше «Иефай 11.29», дальше «13.25», «Судей на Самсоне был Дух Божий и стал действовать нем между Сорою и Ештаолом». И я повторю, что именно наличие Духа Святого и через это некоторые или многие великие важные дела, которые совершались ими, значит, это возможно было только по той причине, что они были в Духе Святом. И еще замечено, что Дух Святой в Писании чаще употребляемое Слово, чем даже имя Иисус Христос. Вот если сосчитать Дух Святой и Иисус Христос, то Дух Святой больше. Это не говорит о том, что там перевес на чьей-то стороне, но это говорит о том, что Дух Святой – это очень авторитетная личность и действительно по праву занимает достойное место. Хотя есть такой богослов Мартин Ллойд Джонс, ну его многие называли апостолом 20-го или апостолом Павлом 20-го века. Он где-то со скорбью в сердце писал «С практической точки зрения полномочия Духа Святого являются самым важным вопросом в прошлом и в настоящем, наверное, никакой пункт библейской веры не был настолько запущенным, как Дух Святой. Я уверен, что в этом заключается причина слабости евангельской веры и страха, что с Духом Святым потеряется респект, возвышенность и достоинство, начали говорить о достойных богослужениях. Все больше и больше значения придавалось интеллектуальному образованию священников формам и ритуалам. Последствием этого было угощение Духа Святого. То есть, значит, люди сами стали придумывать какие-то формы, какие-то образы, правила, принципы и внедрять в собрание, а тем самым оттесняя Дух Святой. Он был упразднен, потому что нам ты мешаешь, у нас есть свое понимание, есть свой подход, и мы сами знаем, как настроить все. И таким образом Дух Святой был упразднен просто, ему не нашлось больше места. Вторая причина этой слабости состояла в том, что, значит, боязнь получить ярлык фанатика. Ну, помните, о нас говорили, что эти фанаты, смотри, готовы всю ночь молиться, окна зашорят, закроют, и вот боясь вот этого ярлыка, люди как-то старались быть умеренными, быть, ну, не слишком посвященными, чтобы не привлекать внимания. Пусть лучше будет так вот, чуть-чуть, немножко, чтобы как-то не сильно отличаться от этого мира. Но утром сегодня было обращено внимание, что даже апостол Павел писал, «Вы мудрый во Христе, а мы безумны Христа ради». И, кстати, лидеров или тех, кого Бог использовал как сосуды для великих пробуждений прошедших времен, то же самое имели такие ярлыки. Да, какая-то масса была вовлечена в пробуждение, а об этих говорили эти фанаты. Эти люди какие-то ненормальные, смотри, что они делают. Они молятся, они кричат, они взывают, они ни на кого не обращают внимания, какое-то странное у них поведение. И вот, чтобы избежать, сегодня, по-моему, утром было, читая ему, значит, сказали, о, они напили сладкого вина. Такое, как с ними происходит, бывает только, когда человек в состоянии серьезного опьянения, потому что, ну, в нормальной обстановке такого происходить не будет. И чтобы избежать этого, люди, вот, старались соблюсти какую-то форму, вот, приличия. И тем самым, опять же, не давая Святому Духу проявиться и действовать в полную меру. Хотя, я заметил, что нередко случались или встречались ситуации, когда люди, которые очень много знали о важности, о роли, значит, о Духе Святом, изучили богословие от начала и до конца. Ну, могут много-много тем преподать о Духе Святом, и тем не менее, эти люди очень далеки от того, чтобы жить в Духе Святом, чтобы быть вводимым Духом Святым. В то самое время, когда нередки были случаи, что люди с минимальными познаниями о Духе Святом, они очень активно сотрудничали с Ним. Они исполнялись Духом Святым. Там, в простоте, когда молились на сферу, ее взывали, чудеса происходили. И я помню, это было в Пинском районе, деревня Клин, рядом с деревней Городище. Рассказывают, что когда старые люди собирались в те времена, собирались для молитвы, сестричка, которая с палочкой, еле-еле дошла в собрание. Она еле переступила порогу, уже была старенькая, такая слабенькая, но ей хотелось, жажда, ее сердце, она влекла в это общение. И когда стали молиться, на коленях стояли, молились, и вдруг что-то стало происходить, огромная сила пришла, и она прямо с подогнутыми коленями стала подниматься под самый потолок. И потом опять, потом опять. И все видели, что это не было проявление, ну вот что, что-то она делает такое. Там было настолько явное присутствие Духа Святого, что для всем было очевидным то, что происходило, что это сила Духа Святого взяла, подняла ее, и вот мое присутствие, вот мое действие, вот мое явление. Если бы спросить у этих людей тогда, что вы знаете о Духе Святом? Богословие, теологию, какие книги прочитали, вот лекции посетили, они ничего не знали, они только знали, что Дух Святой, он обещан Богом, он послан Богом, и мы имеем право приглашать, звать Его и быть под Его покровом, и можем быть вводимыми Духом Святым. Давайте скажем слава Господу. Я еще помню эти времена, ну вот представьте, что мы, малые детки в деревне, гонения, штрафы бесконечные, пастор церкви, когда детки пришли в собрание, это дрожит, потому что последние деньги заберут на штрафы, вот. А нам хочется быть в собрании, мы где-то прикоснулись, мы попробовали, и вот эта жажда, она влекла нас, и слушайте, сугробы снега, вот такого роста, выше пояса снега, мы поза деревней протапливаем дорожку по снегу, и там соберемся в домике, и знаете, что нам более всего было дорого и ценно почитать Библию, а потом помолиться, а потом, будучи посещаемым и наполняемым Духом Святым сокрушаться и плакать перед Ним, это было знакомо нам еще в раннем, раннем детстве. И вот вкус, опыт, присутствие, водительство и пребывание в Духе Святом, это незабываемые переживания. Я думаю, что не только у меня, это было, это было у многих из вас. Помню момент, когда приехал, я служил в армии, и приехал посетить меня брат Петя Вакульчик. Вы знаете, одиночество, такая скуха, такая тоска, собрание, молодежное общение. Пусть не так много было в то время, нас было, ну вот, если брат Володя Армалюк был первый член церкви, то когда я уходил в армию молодежи, нас было, наверное, пять, максимум восемь человек. И все, кто были, провожали меня на службу в армию. И знаете, вот это общение было настолько дорого. Он приехал меня посетить, и мы где-то забрались в кусты, такая невысокая сосновая посадка, забрались в кусты, и вот два друга, два брата, мы упали на колени. И я сейчас помню вот эти драгоценные минуты общения, когда мы молились, и мы не смотрели на часы, но нам дороже всего было вот это общение друг с другом, и еще с нами был Господь. Мы вдвоем, и Он был среди нас там, мы уверены были, что нас никто не видит, громко не могли, а так полголоса мы взывали, и Он нашел нас там в этих кустах. Я думаю, что многие из вас могли бы вспомнить такие чудесные переживания. Опять же, я помню, вернулся из армии, и перед уходом, может быть, я когда-то говорил, было мне слово, что я буду отбывать срок за мою веру, за мое желание быть Божьим героем, и вдруг я вернулся домой, и у меня такая скорбь, такая печаль, такая тревога, Господи, я где-то не распознал дорогу, я где-то прошел мимо той тропы, по которой ты хотел вести меня, Господь, прости, и укажи, где это случилось, потому что было откровение, что пять колец одно на другое одето, как олимпийские кольца, как символика олимпийская, и вдруг я дома. Я поверил, что я буду уходить, и будет от пяти до семи лет. И знаете, я сон потерял, аппетит потерялся, я места не могу найти, и никому сказать не могу. И послушайте, я был на одной молитве, был на одной молитве, так вот круг молящихся, и пошло пророчество. И идет одному брату строгое пророчество, другому третьему сестре брату, и я чувствую, что если вот таким тоном подойдет и будет говорить мне, добьет меня, потому что я и так изранен, я и так изнемог, у меня силы нету больше. И послушайте, когда прошло слово стоящему передо мною, и я в таком страхе, просто сжался в комочек, и вдруг этому заканчивается и пауза, а затем Дух Святой начинает плакать. Такая жалобная мелодия. И затем подходит ко мне и говорит, сын мой, я пришел в этот час, чтобы утешить тебя и дать исцеление твоему и снемогшему, и сраненному сердцу. И в это время я почувствовал, как вот брат проповедовал о Духе Святом, как о Елее, я почувствовал, как будто что-то стало происходить, эта глыба стала таять каменная, но я еще не получил ответ. Облегчение получил, но ответ не получил. Прошло немножко времени, и я приезжаю в другое собрание, и молитва. Людей много, и я в угол забился, и думаю, никто меня не видит, а я просто разрываю вот этот вопрос. Господи, где я оступился? И смотрю, сестра, я ее первый раз видел, поднимается, исполнилась Духом Святым, и среди всех идет, идет, и прямо через всех, между всех пришла, находит меня, и говорит, сын мой, так говорит Господь, я пришел сегодня сказать тебе, что от меня это было, это я отменил то решение, это я вывел тебя на свободу, потому что хочу сделать тебя ловцом человеков. И в это время я почувствовал, что эта ледяная глыба полностью растаяла, а у меня выросли крылья. Кажется, я такой легкий стал, оттолкнусь и улечу, я получил свободу, это было действие, это была работа Духа Святого, слава Господу. Я думаю, что если бы попросить, чтобы мы стали рассказывать об этих чудесных моментах, каждый нашел бы, что рассказать, и это было бы удивительно. И так я хочу вместе с вами немножко порассуждать еще, для чего именно? Много было сказано, но тема моей проповеди не оставлю вас с сиротами. И послушайте, сиротство, безотцовщина, это страшное горе и страшная беда. Один мальчик вырос без отца. Он никогда его не видел, потому что отец оставил и уехал далеко, когда он был еще очень маленьким. И он уже, когда созрел, когда вырос, он хотел узнать, кто мой папа, где он живет. И ему подсказали, он живет в таком-то городе, на такой-то улице, по такому-то адресу. И он, убедившись, что это действительно его папа, он купил дом, рядом с домом своего папы. Папа даже не подозревал, что сын его живет совершенно рядом с его домом. Пусть папа не знает, но я буду чувствовать себя уверенней. Этот ярлык сироты, он как бы будет незаконно ко мне прилеплен, потому что вот рядом со мной живет мой папа. Жажда быть признанным, жажда отцовской любви, она может подвигать на какие-то невероятные поступки. И вот Господь понимал это, что когда меня не станет, они ко мне привыкли. Я их вопросы решал, я был ответом для них. Они никаких проблем со мной не знали. Когда меня не станет, я представляю, что с ними будет твориться и какие страшные переживания придут в их жизнь. Поэтому я не оставлю вас сиротами. Хотя многие богословы как бы сходятся на мысли о том, что Христос, когда говорил это слово, то как бы имел в виду, что меня не будет с вами определенное время. Я буду распятым, я умру, но потом я опять вернусь к вам. Но большинство сходятся на том, что все-таки Иисус Христос имел в виду Духа Святого, о Котором сказал, что я умолю Отца и пошлю Его к вам. Сиротство сегодня столько много горя и беды принесло человечеству. И я хочу прочитать, смотрите, вот как Бог продумал и решил эту проблему римлянам 8, 14, 16. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Если дети Божьи, значит, мы имеем Отца. Мы не сироты. Давайте скажем слава Господу. Галатам 4, 6, 4 по 7 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Авва – это так евреи называли своих родителей. Такое нежное обращение к своему отцу Авва, папочка, добрый отец. И я помните, недавно проповедовал его удивительное имя. Он открыл нам имя своего отца, который захотел быть и нашим отцом. И послушайте, что произошло. Когда Христос вознесся на небо, то он показал отцу доказательства совершенного труда. «Отец, я уходил на землю, я имел определенное поручение, вот я имел задание выполнить определенные труды служения, я совершил вот следы от гвоздей, раны мои, я все сделал, я страдал, я умер, я воскрес, я искупил, я прошел и этот труд совершил до конца. Я обещал им, что я когда приду к тебе, умолю тебя, и Духа Святого ты пошлешь». И может ли отец отказать такому сыну? И мы читали сегодня, что взял у отца и послал Духа Святого, как было обещано. То есть, мы с вами не сироты. Он говорит, я не оставлю вас сиротами, вы будете иметь отца. Второе. Дух Святой пришел, чтобы обеспечить и оснастить церковь всем необходимым для благовестия. Утром, когда мы читали поздравления Совета Епископов, там было сказано, что Христос, помните, говорил 16 Матфея, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь, она будет иметь очень серьезного врага. Врата ада, имеется в виду, что все темные силы ада, они восстанут против церкви. Но Господь говорит, «И сей я с вами во все дни и до скончания века, и врагу не удастся». Врата ада не смогут, не смогут одолеть церковь. И Деяние 1.8 уже не единожды сегодня читалось, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Свидетель – это тот человек, если интерпретировать значение этого термина, это тот человек, который ради того дела, которое исполняет или которое совершает, готов отдать жизнь свою. Он настолько сильно, окончательно и полно посвятил себя делу своего служения, что для него служение выше, чем даже сама жизнь. Свидетель – это тот, для кого служение дороже, чем даже его жизнь. И вот эта сила умереть, ведь Христос пришел не избавить нас от смерти, а избавить от страха смерти. Не от смерти, а от страха смерти. И поэтому, когда христианам, когда во времена Нерона их влачили в амфитеатре, когда на крестах распинали, когда четвертовали, казнили, издевались, они с радостью терпели, и эти удивлялись. Что за сила? Помните, мы говорили, Ян Гус, Ироним Правский и тысячи-тысячи других во время Инквизиции, а они с песней на устах уходили, оставляли эту жизнь и принимали новую, вечную жизнь, которую Христос приготовил. И вот, чтобы оснастить церковь для благовестия, пришел Дух Святой, вы примете силу, и Бог дал все необходимое нам, чтобы мы исполнили служение, евангелизация, благовестия, каждый на своем месте, где Господь нас поставил. Значит, следующее, Дух Святой пришел, чтобы дать дары и созидать, и сохранить свою церковь. Первое, Коринфянам 12,7 сказано, на каждом дается проявление Духа на пользу. Не просто некоторым, а каждому, вот, кто получил, в этом есть определенная польза. Где-то, в каждой ситуации, вот я рассказывал мои случаи, Сергей Александрович мог бы рассказать свои, каждый мог бы рассказать свои случаи, где, вот, Дух Святой именно сыграл свою роль, и мы счастливы, мы счастливы, что именно вот это было. И, значит, Дух Святой был послан, чтобы созидать и охранять церковь. Помним, пятая глава Деяния, Анания Сапфира, они присмотрелись к апостолам в церкви, как хорошо, смотри, ну, целая коммуна, все у них общее, сколько надо, и вот, много, а как одна семья. И они принесли, положили к ногам апостолов и сказали, все, что мы вот выручили от проданного, мы отдаем вам. И Петр говорит, слушайте, что это вы согласились солгать Духу Святому? За столько ли вы продали? Анания, потом Сапфира мертвыми оказались. И страх объял всех окружающих. Значит, Дух Святой охраняет рубежи церкви от греха, от нечистоты, от скверны, от лжи, чтобы они не могли проникнуть в церковь. Я помню, когда-то один брат из Баптистской церкви, мама его посещала наше собрание, а он изредка только был, и однажды его спросили, почему ты не посещаешь собрание пятидесятников? А он сказал, вы знаете, это небезопасно. Ты придешь в это собрание, там есть пророки, станут молиться, Духом Святым исполнится, придет, тебя перед всеми наизнанку, вывернет, и попробуй, скрой что-нибудь, и как будто видит тебя насквозь, и это, и это, и это, и там хоть ты гори, бери от стыда, потому что все тебе о тебе расскажет. И вот Дух Святой, Он созидает и охраняет рубежи Божьей Святой Церкви. Она должна быть святая. Сегодня было сказано, что Святой это отделенный для особой цели Церковь, это экклесия, вызванная из мира, из народов, чтобы быть особенной, быть отделенной, быть святой, быть чистой, быть Христовой невестой. Четвертое, для чего Дух Святой дан нам, чтобы водить своих, как это было у апостола Павла, Римлянам 8,14. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Знаете, сын или ребенок безбоязненно тянет руку папе или маме. И когда его рука в руке папы или мамы, то он совершенно спокоен. Я когда-то рассказывал, сижу в машине, папа возле музыкального колледжа, там я ожидал Анжелку, и смотрю, папа с ребеночком вышел на улицу прогуляться, медленно идут, и ребенок сунул свою ручку в папину ручку, и уже ему ничего не надо. Он идет вот так вот, и туда, ни под ноги не смотрит, ни вперед не смотрит, он изучает мир. Папа, а там вот птичка, а как она поет, там вот листочки шелестят. Он ни о чем не думает, его рука в папиной руке. И вот мы имеем такого отца, сказано, из руки которого похитить никто не может. Главное, чтобы мы смогли вот это сделать, упали в его руку, и говорим, Господи, держи, я сам не смогу, а когда ты держишь, то я чувствую себя в безопасности. И я уже не боюсь, что он заведет меня куда-то не туда, куда надо. Знаете, когда ребенок вырывает руку от папы, смотришь, зацепился, уже упал, уже в песке, уже в грязи, уже наелся песка, и что-то происходит неладное, так и в духовном смысле. Когда вырвался где-то, ну, сегодня я, когда был в Америке, там наслушался чего угодно, и ветри, и учения всякие, говорят, родители нам мешают, они не понимают, они не доросли, пастора уже отстали, проповедники сегодняшние, они не модные, сегодня сверхновые откровения, мы получаем учения, Бог нам открывает дороги такие, которых еще никто никогда не видел и не знал, и забредут, и знаете, что, что характерно, что многие рассчитывают на неопытных, и у них получается, и у них получается, пыльчи, там первые главы, что вышел молодой человек прогуляться, и увидела его женщина непорядочная, и пригласила, значит, к своим делам, вот неопытные, они, они попадают на эту удочку, и многие рассчитывают на младшие сословия молодежи, на подростков, а подростки, это тот возрастной уровень, когда все хочется узнать, все попробовать, ко всему прикоснуться, и оказываются в страшных проблемах, родителям, слезы, горе, стенания, в церквах, страдания, потому что, потом надо молиться за освобождение, их увлекли, а потом оснастили такими страшными вещами, что, значит, где удаешься, где можно такое взять, и вводимые Духом Божьим, вот, когда мы подчинили себя Богу через послушание Духу Святому, это нормально, тогда Его воля, она может исполниться в нас, затем было сказано, сегодня, чтобы оживить нас, когда мы очерствели, помните, эти кости сухие, оживут ли кости сие, конечно оживут, вот придет некое веяние, и это совершится, когда приходит веяние Духа Святого, когда этот дождь благодати оросит, то мертвое воскресает к жизни, и Иакова 4,5 сказано, до ревности любит Дух, живущий в нас, знаете, что такое до ревности? Человек ослабел, уже где-то замечен в каких-то недобрых делах, и там, и там, и там, и затем попадают собрания, благословенные собрания, где Дух Святой могущественно действует, и коснулось его, и послушайте, откликнулось сердце, он заговорил на языках, а потом удивление, Господь, так ты меня еще не оставил, я уже столько походил этими дорогами грязными, и ты еще не оставил меня, падает, кается, рыдает, плачет Господь, спасибо тебе, что ты меня не оставил еще, я бегу к тебе, я больше не пойду на эти дороги, если ты терпел меня, так долго я больше туда возвращаться не буду, до ревности, до самого конца, уже до какого-то, кажется, невозможного предела, Он не оставляет нас, давайте скажем, слава Богу, до ревности любит Дух, живущий в нас, затем Он помогает нам правильно молиться, и ходатайствует о нас перед Богом, Римлянам 8, 26, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными, мы становимся молиться, но мы не все знаем, о чем нужно молиться, может быть, вот-вот назревает какая-то опасность, я не знаю, а Дух Святой видит вперед, одна сестричка говорила, такая тревога, спать не могу, и чувствую, что есть побуждение молиться, склонилась на колени, стала молиться, исполнилась Духа Святого, молюсь Господи, о чем это, и Господь говорит, ходатайствуй о том, опять же, в армии я был, и сестра Аня Кульбеда, она сосуд была в Драгичине, жена пастора, и говорит, что я на грядках там пропалываю, и вдруг явно слышу Господь, говорит, иди и молись о нем, я бегом в дом стала молиться, а потом, когда я вернулся, она назвала дату, и спрашивает, что у тебя было такое в это время, и я говорю, так я был в политуправлении города Москвы, прокуратура военного трибунала, она говорит, вот в это время я был на поле, и Дух Святой сказал, бегом, торопись, иди молись о нем, и это правда, Дух Святой знает, то, что нам неизвестно, и говорит, воздыханиями неизреченными, слушайте, я опять вспомню Николая Яковлевича Куркаева, я любил наблюдать, когда он молился, склонится, молиться о человеке, а потом говорит, Дух Святой, помоги мне помолиться о нем правильно, потому что я не могу знать его проблемы, как ты знаешь, помоги, походатайствуй о нем вместе со мною, послушайте, такое умиление приходит, вот от такого детского доверия к Духу Святому, сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными, затем, было сказано, что он Дух утешитель, никто так не может утешить, и иногда люди приходят, пытаются подобрать нужные слова, но эти слова больше оскорбляют, чем утешают, а когда Дух Святой прикасается с такой нежностью, с такой теплотой, и кажется, что все горе, вся скорбь уходит, и как будто крылья вырастают, ты оживаешь, и новые горизонты для тебя открываются, он Дух утешитель, затем он помогает нам в плодоношении, и не сказано, что плод Василия, или плод Петра, или плод Сергея, а плод Духа, и Дух Святой не сам по себе где-то гуляет на просторах и плоды приносит, не сам по себе, а Дух Святой, живущий в нас, и используя нас, он приносит этот плод, прославляющий нашего Господа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротос, милосердие, вера, плод Духа, и Он, пребывая в нас, производит эти плоды, этот плод, давайте скажем, слава Господу, именно Дух Святой через нас, или живя в нас, производит этот плод, затем, вот сегодня мы пригласили, и вышли двое на покаяние, Дух Святой, Он побуждает покаянию, и запечатлевает, человек не понимает, что происходит, говорит, вот этот из Черниговской области, епископ, он был когда-то очень плохим человеком, негодным человеком, водился в какой-то нехорошей компании, когда жена пошла покаялась, он решил, пойду разгоню, у меня много власти, достаточно сил и влияния, я им сделаю, и когда пришел в это собрание, и ожидал удобного момента, чтобы начать свое злое дело, и я, говорит, сижу, и вдруг чувствую, что у меня влажно под глазами, слушай, я плачу, и люди это видят, я, говорит, наклонился, стал вытирать, а вместо капель ручьи побежали из моих глаз, я не могу понять, что со мной происходит, следующий момент, я уже стою на коленях, я уже рыдаю, я уже не могу успокоиться, послушайте, это Дух Святой, это Он ломает человека, и говорит, слушай, смотри, кто ты, помню, когда-то, по-моему, Басман, проповедник из Америки, говорил, что в одном из пробуждений было настолько сильное движение, что нужно было послать полицию, наблюдать за тем, что там происходит, и людей много, а самая горячая молитва там где-то в центре, и одному полицаю говорят, слушай, пойди туда, в самый центр, и останови там тех, которые, вот это дело там производят, и тот протиснулся сквозь толпу, и нету, нету его, потом спустя какое-то время возвращается, красный весь, потный, говорит, этот, говорит, что ты не остановил, говорит, иди попробуй останови, я, говорит, зашел, сам стал на колени, молился вместе с ними, там невозможно остановить, помните, сегодня было сказано, что утром брат Леонид говорил, Моисей, раз вы ревнуете за меня, говорит, запрети им, и говорит, во все времена были, те, которые ревновали, и были те, которые хотели запретить, не нравится, вот Дух Святой говорит, иди попробуй, я только добрался до центра, я не знал, что со мной происходить, упал на колени, и вместе с ними молился тому же Богу, которому поклонялись они, и он побуждает, ведет покаянию, а затем запечатлевает, а потом ставит печать, Ефесе нам 1,13 сказано, в нем и вы, услышав слово истины, благовествования, вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным, святым духом, 14 стих, который есть залог, наследие нашего, Аллилуйя, вы запечатлены обетованным, святым духом, а он есть залог, наследие нашего, почему Христос сказал, он с вами прибывает, но в вас будет, знаете почему в вас, был случай, когда я рассчитывался там в кассе, и кошелек положил на стол, рассчитался и ухожу, потом раз забыл, слушай, кошелек забыл, а там были деньги, бывает люди, очень большие ценности забывают, даже помните, когда-то Христа потеряли, забыли Христа, и потом долго искали, только через 3 дня, нашли его в храме, это возможно, так Бог сделал, чтобы мы его не потеряли, да, ему можно, можно неправильно к нему относиться, можно создать ему, он избрал нас быть храмом, 3,16, 1 Коринфянам, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, он избрал не места где-то там, вот на околицах, чтобы там присутствовать, в храме моего сердца, вот там я хочу быть, и в зависимости от того, какую ты для меня обстановку создашь, я так буду принимать участие в твоей жизни, потому сказано, не скорбляйте своего Духа Божия, вот, и потом мы читаем, Павел призывает, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, и поэтому, братья и сестры, давайте скажем, слава Богу, что Он решил и нас признал, уже в 21 веке, Он каждого из нас признал годным для того, чтобы я, Василий, ты, сестра, ты, брат, были храмом, носителями вот этого, этой третьей личности, Божественной ипостаси, Духа Святого, и мы говорили еще о дарах, Бог дал Дух Святого, чтобы Он дал дары для церкви, и это богатство церкви, когда проявляется полнота даров Святого Духа, и еще, вот почему люди не всегда принимают или правильно относятся к Духу Святому, и не всегда правильную оценку дают Ему, 1 Коринфянам 2,14 сказано, духовный человек не принимает того, то есть душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что осемнадобно судить духовно. Душевный, плоской человек, он не понимает, он далек от всего этого, это не тот уровень, знаете, я приведу пример, что, ну вот если взять листочек дерева, березный листочек, или вот он шелестит там на веточке, смотрим, мы видим что-то цельное, и кажется, что все, что там есть, мы видим, но если взять разрез, под микроскоп, рассматривать этот листочек, там открывается такое, там движение, там поступают эти вещества питательные, туда и обратно, там жизнь кипит в этом листочке, а мы видим только вот что-то, и кажется, что все, вот Дух Святой помогает нам, или открывает нам то, что невозможно увидеть, невооруженным, или не будучи в Духе Святом, давайте скажем, слава Господу, какая привилегия быть человеком, не душевным, не плотским, а духовным человеком, и это чудо совершил для нас Господь, и братья и сестры, Господь также предупреждает, чтобы мы очень аккуратно вели себя, скажем, евреям, 6.4 сказано, ибо невозможно, откройте, пожалуйста, на экран, евреям, 6.4, ибо невозможно, однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделывавшихся причастниками Духа Святого, и дальше, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия, и ругаются Ему, достаточно до этого места, невозможно, это умышленный грех, и еще 10 глава, 26 стих, если мы произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, произвольно, умышленно, знаем, что это такое, знаете, дети знают, что если я так поступлю, вот по отношению к родителям, это их оскорбляет, но все равно вероломно поступает, иногда так бывает, вот вероломно поступаем по отношению к Богу, Его святость, Его доброте, Его любви, и это оскорбляет, говорит, не остается более жертвы, затем есть еще одно предупреждение, давайте откроем Матфея, 12 глава, значит, 30 по 32 стихи, включительно, а там очень важное предупреждение для нас всех, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает, посему говорю вам, всякий грех, и хула простится человеку, а хула на духа не простится человеку, если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему, если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем, послушайте, настолько вот это предупреждение вызывает страх и тревогу у многих верующих людей, однажды пришла молодая сестричка в такой тревоге, аж дрожит, что случилось? И она говорит, наверное, я похулила дух святой, а я же знаю, что прощения нету, ни здесь, ни там, наверное, я похулила дух святой, откуда ты взяла это? Ну вот мне кажется, что это случилось, как это было, в какой момент? Ну вот вдруг мысль пришла мне, что я похулила дух святой, ну слушай, вот тебе тест, ты любишь Господа? Люблю. Ты Бога Отца любишь? Люблю. Ты Бога Сына Иисуса Христа любишь? Люблю. Ты Бога Духа Святого любишь? Люблю. Ты молишься Ему? Да. Ты признаешь Его авторитет? Да. Ты в страхе ходишь перед Богом? Да. Ты помнишь какой-то нехороший поступок? Нет. Откуда ты взяла? Это враг обманул тебя? Ты где-то расслабился, он обманул тебя, что это правда? Это неправда. Во имя Иисуса Христа изгоняю этот страх. Она просияла, она возрадовалась. Так это что? Конечно ложь. Конечно ложь. Знаете, хула на Духа Святого это умышленное. Он знает и коварно, умышленно злословит Дух Святой. Говорит, нету жертвы, нету прощения ни в всем веке, ни в будущем. Поэтому, братья и сестры, давайте скажем, слава Богу за Дух Святой, что будучи обещанным еще в древности, через Иоиля сказал, те дни зальет Духа Моего на всякую плоть. И уже Петр говорил, аж нам что делать? И говорит, покайтесь, веруйте и получите Духа Святого, потому что он был обещан, и даже дальним кого призовет Господь. Вот, слава Богу. И знаете, что, вот как я читал, что тема Духа Святого, она упразднена только по той причине и церковь слаба, и вера наша слабая, что нету должного доверия и не отдаем вот то, что положено Духу Святому в нашей жизни и в нашем служении. Мы сейчас будем молиться, будем молиться. Давайте покаемся. Каждый за себя, Господь, я осуетился, я сам принимал решение. Знаете, я когда был в Америке, по-моему, в Олбане услышал один молодой братик, говорит, знаете, кто такой плотской и духовный человек. Плотской говорит, Господи, я еще вот это сделаю, я еще вот это потороплюсь, успею, я еще здесь постараюсь, я, я, я. А духовный говорит, Господь, дай мне силы, чтобы я смог послужить Тебе так, как Ты этого хочешь. Духовный, он берет не от своего ресурса, а берет, потому что сколько у нас есть. Если бы мы сами могли, то зачем было ему силу нам посылать. А духовный говорит, Господь, я хочу взять от Твоего, чтобы послужить Тебе, чтобы отдать и вернуть его Тебе. Помните, таланты, мины, они же не нашел на поле, а он дал, хозяин дал, чтобы этими талантами они служили своему хозяину. Поэтому, да поможет нам Господь, чтобы, имея Дух Святой, мы могли дать Ему достойное место и руководить, и управлять, и обогащать нас, и обличать нас, и готовить нас, прежде всего, для труда, для служения, для благовестия, а потом и готовить нас для вечности. Пожалуйста.